Продолжение следует... Стрижка без ножниц, бесхитростная маркетинговая приманка. На самом деле это определенный вид укладок, который позволяет ходить с короткой стрижкой некоторое время, не трогая длину волос. Семья парикмахеров Мария и Марина Новиковы посвятили этому воркшоп в третьем блоке. Это уникальная техника, которая используется на фотосессиях. То есть мы из девушек с длинными волосами делаем эффект стрижки методом наложения волос из хвостиков, либо просто подкалываем волосы так, чтобы на фотосессии казалось, что у них текстурная модная стрижка такая. При этом мы не стрижем моделям волосы, то есть они остаются и уходят опять с длинными. Для чего это нужно? Для фэшн-съемок, для съемок, для работы в кадре, чтобы изменить человека совершенно, сделать его в другом стиле. Сегодня с утра пришли обычные девчонки, 17-летние, 18-летние, и выходят дивы, какие-то необычные, яркие. Очень прикольный, крутой, такой открытый диалог с людьми, которые хотят посмотреть то, как мы работаем в процессе, как мы себя проявляем, находясь именно в этом моменте творческом порыве. Я посмотрела, как работает другой мастер. Мне это страшно интересно, потому что всегда интересно заглянуть за кулисы. Всегда интересно посмотреть, что делают другие и взять что-то себе на вооружение. Казалось бы, что в парикмахерском деле с методиками наращивания, восстановления, окрашивания, выпрямления и многих других удивительных методов сложно предложить что-то новое. Но оказывается, нет предела креативной мысли. Это подтверждает идея стрижек без ножниц. Бэби-модель, самый первый в Челябинске детский модельный конкурс в этом году проходил в пятнадцатый раз. Некоторые подробности финального шоу в репортаже Бьюти Тайм ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Почащий праздник творчества и эстетики. Показы одежды сменяются выступлениями хореографической студии. Бэби-модель обычно проходит на площадке Дворца пионеров. Это семейная атмосфера и в то же время профессиональная энергетика большой сцены. Я всегда говорю о том, чтобы не путали конкурс красоты и конкурс моделей. В нашем конкурсе девочки выступают настоящими моделями и демонстрируют одежду, изготовленную специально для детей разными компаниями, разными брендами. Но одежда специально разработана для определенной возрастной категории. И эта возрастная категория ее и показывает. Вот у нас четыре категории по росту. Все как во взрослом моделинге. И девочки соревнуются по умению демонстрировать одежду. И вот девочки в течение учебного года учат у нас технику шага, учат какие-то несложные приемы демонстраторов одежды. И вот в конце учебного года они у нас участвуют в конкурсе. Полноценными участниками конкурса по праву могут считаться мамы юных моделей, которые и волнуются, и всеми силами поддерживают своих девочек. Для мамы, значит, много нервов. Ну, для нее веселье, радость. Ей нравится находиться на сцене, с подружками веселиться, заниматься. Она петься, да, доча? Да. Мне нравится больше всего там заниматься, веселиться. А по сцене нравится ходить? Нравится. Конкурс – это такое громадное событие, потому что все последние недели, по сути дела, мы проходили на репетициях, бесконечных примерках, волнениях, хлопотах. Накануне это, конечно, было очень волнительно, потому что дочка переживала, все ли получится, все ли ей удастся, сможет ли она вспомнить все постановки, все проходки. Но в конце концов мы все собрались с семьей, сегодня ее поддерживают огромное количество родственников, друзей, знакомых, пришла ее хорошая подружка, так что думаю, что сегодня все будет замечательно, все получится. Сами участницы расценивают конкурс и как игру, и в качестве перспективы на будущее, и возможность обрести необходимые для жизни навыки. Так было очень сложно, но немного весело. Мы занимались очень сильно, мы очень сильно старались. Я всегда хотела научиться правильно ходить, красиво, осанку, чтобы держать, и чтобы не бояться публики. В принципе, я вообще не переживаю за него, то есть, если я проиграю, мне будет, ну, как бы, не обидно, то есть, я не расстроюсь. У меня был кастинг, я начала пытаться, ну, и потом стала себя понимать, что надо стараться больше, ну, и начала стараться к лучшему. Для жюри подобные конкурсы всегда непростая работа, ведь дети милые, все без исключения, но тем не менее победительницу в каждой категории выбирают только одну. Разрядить атмосферу помогли призванные партнеры конкурса, которые никого не оставили без подарка. Наша компания поддерживает развитие детей во всех областях, поэтому мы стали партнерами городского проекта «Бэби-модель». Каждый ребенок достоин самого лучшего. Мы решили, что нужно помогать развиваться деткам в разных сферах. Предоставили главным, дорогим нашим участницам подарки, игрушки, которые будут радовать их в дальнейшем. Организаторы проекта благодарят партнеров компании «Добрый пекарь» и «Союз Игрушка». Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, 2 этаж. Шесть красных «Фольксвагенов Пола». Сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более 100 тысяч призов от компании «Макфа» достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем «Аномарки» и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке – сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до трех кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Природа – лучший творец красоты. Нужно только научиться правильно ее преподносить. Именно поэтому очередная встреча участниц проекта «Рожденные побеждать» была посвящена технике и секретам макияжа, где каждая девушка под присмотром мастера училась подбирать себе образ на любой случай жизни. Не секрет, что все мы красавицы от природы, но эту красоту нужно подчеркивать. Как это правильно делать, так, чтобы это не выглядело чересчур броско или чересчур бледно или не к месту, об этом сегодня как раз-таки расскажут и покажут на практике специалисты. Все девушки, мы исполняем разные роли в своей жизни. И для каждой роли нам нужен, конечно же, свой образ. И вы же не можете в одном образе ходить и на работу, и на свидание, и куда-то в театр, да, или в ресторан. То есть для каждой ситуации мы выбираем какой-то образ. То есть это касается не только одежды, это касается и макияжа, и прически. То есть это именно создание образа в целом. Этому мы как раз и учим. Макияж, наверное, дает какую-то уверенность. И мне всегда нравился макияж, такой незаметный, естественный. Глаза подкрасит помада и все. Месяц назад к партнерам проекта присоединился фитнес-инструктор-реабилитолог. На протяжении этого времени две девушки занимались по индивидуальным программам и добились впечатляющих результатов. Самый главный результат по истечению месяца – это то, что в функциональном плане, в плане функциональной диагностики и в плане здоровья девочки прибавили в два раза. Вот даже не только достоверные данные у нас есть по диагностике, но и девушки сами говорят, что мы просто можем уже полноценно жить. А что касается отпорно-одвигательного аппарата, я вам что хочу сказать. Вот стоит девушка, да? Она не может поставить стопы параллельно и ноги иксом. И вы представляете, через месяц она сама встала ровно. То есть кого-то в этой жизни уже ничто не радует, да? А человек просто смог выпрямиться. То есть там счастье было колоссальное. Я уже похудела на 5 килограммов. У меня улучшилась выносливость нагрузок. Это по-седни показали приборы. Лучше стала дыхательная система. Вот. И уже замечают подруги, замечают маму, что ты худеешь, становишься более стройной. И я чувствую энергию. Даже не знаю, что я далеко добираюсь до зала. Он находится в Ленинском районе. Я живу в пригороде. Когда приезжаю, я приезжаю уставшая, а обратно еду наполненной энергией. Такое было ощущение, что меня разбудили именно. Вот как будто я до этого спала. Мне ничего не охота. Мне ничего не надо. А здесь мне не надо заставлять. Я все делаю. Все хорошо. Все замечательно. И теперь я продолжаю. Мне нравится. Я очень рада. Тем более, что диагностика показала, что за последние, даже меньше, чем за месяц, я вернула себе 5 лет жизни. Всегда хорошо выглядеть и держать себя достойно на светских приемах этому будет посвящена следующая встреча участниц проекта «Рожденные побеждать». Ну а мы продолжаем следить за внутренними и внешними преображениями прекрасных девушек. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Тема наращивания ресниц относительно молодая. Долгое время дамы пользовались только накладными ресницами, и то в основном для сцены или кино. Но, к счастью, уже давно применяются технологии, которые позволяют без особых хлопот создать выразительный взгляд, и все благодаря лэш-мастерам. Квалификация лэш-мастера зависит не только от стажа, но и от характера деятельности. Кроме работы с клиентами в салонах, существуют площадки для творчества. Это конкурсы, модные показы, фотопроекты и мастер-классы. У нас сегодня проходил лэш-день с премиум-бьюти для того, чтобы познакомить новых мастеров с нашей академией. Очень много поступало вопросов о том, чтобы мы рассказали о себе, встретиться с нами. И вот таким образом мы решили создать такое мероприятие, на котором в неформальной, можно сказать, обстановке я бы ближе познакомилась с нашими мастерами в будущем, и познакомила новых мастеров уже с нашими настоящими мастерами. Сегодня у нас также проходило награждение судей. С сегодняшнего дня они считаются действительными судьями, и они вступили первыми в высшую лигу. Это те девочки, которые прошли все этапы становления от мастера до преподавателя и судей. Это девочки-призеры, которые взяли первые места в конкурсах, брали гран-при, это высшая награда любого конкурса. Поэтому именно таким мастерам нужно идти дальше и развиваться. При желании каждый начинающий мастер может стать судьей, да, но это большой и труд, и путь, и все возможно. Профессиональная карьера в премиум бьюти обычно начинается с базового курса. После длительной практики появляется возможность стать преподавателем, а призовые места на престижных конкурсах позволяют получить статус судьи. Я участвовала в чемпионатах, и в том числе в чемпионатах, которые организовывает премиум бьюти школа. На самом деле это очень интересно, и всем девочкам советую себя попробовать в этой сфере, потому что это очень захватывающе на самом деле, и очень приятно занимать какие-то места. Да, но если даже не забрать никакое место, то это своего рода очень хороший опыт. Первый раз я когда пришла, мне очень все понравилось, и я проходила каждый курс. Все стало первооткрывателем первого чемпионата Grand Lashes, и теперь первооткрыватель высшей лиги судей. Конечно, сложно, поэтому, как и новичку, дальше еще сложнее, потому что много профессионалов, и уже, допустим, даже в турнирах очень сложно соревноваться. Но мы справились, теперь вот, буду шесть лет. Теперь начинающие мастера видят в лицах перспективы профессионального роста. Пока у меня опыт очень-очень маленький, но оправдались. Действительно, переживания, страх, это все потихонечку, но проходит. Возникает уверенность, стремление к большему, к обучению дальнейшему, и, конечно, перспективу бы хотелось осуществить. Еще два года назад я связала свою жизнь с Академией очень тесно, и за эти два года я уже завоевала множество кубков, множество побед одержала. Перейдя от простого мастера уже к преподаванию, я стала тренером, но на этом у нас еще все не заканчивается, и есть стимул идти вперед и стать также судьей. Пожалуй, самое главное событие года в жизни лэш-мастеров нашего региона состоится в декабре. Это будет пятый юбилейный турнир среди мастеров по наращиванию ресниц, организованной Академией Премиум Бьюти. Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Чтобы там не писали в глянцевых журналах и модных блогах, каждый сезон льняные ткани всегда оказываются над модой и вне тенденций. Но, несмотря на это, популярность моделей из-за льна неизменно высокая, а потому появляются они каждое лето. Лен в натуральной расцветке в лаконичных моделях – это своего рода классика летней моды. Характер образу в данном случае придают аксессуары. Долгое время основным способом украсить льняное полотно являлись вышивки. В последние несколько лет технологии обработки ткани позволяют наносить дизайнерские принты ярких оттенков. Леон – это всегда практично и комфортно. И, как уже было сказано раньше, актуально каждый летний сезон. При условии, конечно, что комплект с участием льна украшает конкретную фигуру. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово 159. Еще больше сюжетов о красивой жизни на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time ТВ благодарит партнеров проекта «Модный дом я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова